Всем привет, наши дорогие зрители и подпишки канала. Вы, как всегда, на канале Семена Чемоданах. Мы в полном составе. И здесь находимся в Грузии, в Тбилиси. Обязательно поддержите выпуск лайком, пишите комментарии. И погнали. Мы в Тбилиси доехали до самого центра, припарковались вот здесь вот. Здесь парковка платная. С нас взяли 5 лари. За безлимитно. Сказал, сколько хотите, столько стоит. Еще мы хотим немножко поменять денег. Вот здесь есть обменники. Так, не могу понять, что да как. Но, возможно, сейчас поменяем. Так-то у меня еще есть 50 лари. Возможно, даже и хватит. А еще попробовал все российские карты. Сбер, Тинь, Модуль, Альфу. Не выдает, пишет что-то там на красном фоне и все. А прогулку по городу мы начнем с ресторанчика, который прямо здесь, возле парковочки находится. Мы решили покушать суп, потому что прежде нескольких дней мы этого не делали. Мы вообще без сил после такой длинной, сложной дороги. И зашли в кафе пообедать. Ну, что-то типа ресторана, наверное, ступа входится. Она обойдется где-то в 9 лари по нынешнему курсу. Там 200 рублей, грубо говоря. Ну, это национальный грузинский куриный суп. Вот просто шикарный. Огромная порция. Вот посмотрите, какая. Смотрите, сколько мяса. И при этом, при всем, он еще и на вкус очень потрясающий. Мамочка, можно попробовать? Да, Сунок, попробуй. Это такой куриный бульон, такой вкусный, тебе понравится. Ну как? Еще вот такие вот принесли нам лепешки, грузинский плед и соус. Так, соус не добавляй. Это соус, он кислый. Это кислый, да? Такие здесь куски мяса. Самое главное, что есть кинза. Вот в этом ресторане с черной табличкой мы обедали. Министерство, мистери оф форенг. Короче, я не понял, но архитектура крутая. Вот такая площадь, центр, такой необычный фонтан. Огромный-огромный столб. И там такая цикульптура на коне. Что, кстати, резко бросается в глаза здесь. Здесь очень много бабушек, которые просят денежку. И первый, где мы хотим прогуляться, это проспект Руставели. Да, здание, конечно, здесь очень красиво. Ну, в принципе, наверное, как и в любом историческом городе, всегда красота. Так, зашли мы, короче, разменять деньги. Дал я 2000, нам дали 70, 80, 80, 8 лари. То есть, получается, по 22 с копейками меняют. Ну, вот, собственно, на границе, да, мы меняли по 27. Чуть дальше по 24. Здесь уже по 22. Но, говорю, если есть возможность доезжать как бы без финансов, то доезжайте. Если нет, то лучше меняйте. В центре на проспекте Руставели, в общем, обменников очень много. Необычно выглядит вот так вот дорога, магистраль. И рядом такой же, только пешеходный тротуар. Тротуар, конечно, неплохо. А здесь вот в этом здании магазинчики. Много, кстати, винных магазинов, но это и понятно больше, друзья. И прямо в центре, посмотрите, какое старинное-старинное здание. Ну, там, естественно, живут люди. Вон есть даже прищепочки, сушилки. А здесь вход в метро. Какая крепость, да? В центре вот книжечки продают. Можно купить. Против этого архитектурного здания. Потому что, смотрите, оно прям сделано, видите, на фундаментчиком стоит. Какие здесь интересные скульптуры. Сейчас стоит такой вот вагончик. Не знаю, это, по-моему, тоже какое-то кафе. Ну и вид прикольное. Попадаем на такую красивую улочку. Здесь отели, рестораны, скульптуры. Да, глазами, глазами, конечно, очень вкусно смотрится. Так прикольно, просто несколько архитектур сразу переплетается. Вот уж какое-то старинное здание. Необычность, очень много вот людей. И они все фотографируют, смотрят на него, сидят. Здесь часы. Да. Это место прям очень интересное вообще. И вот за ним сразу церковь. По всему городу вот такие вот указатели на английском и на грузинском языке. Картина прям галерея такая. В ресторанчике. Не, ну я, конечно, тащусь вот от этой старинной архитектуры. Колокольня Анчиз Хатти. Характерный памятник грузинской архитектуры поздней Феодольной эпохи. Смотрите, как дальше начинается узкая улочка. Картина и галерея художников продолжается. Я так понимаю, что он сможет просто выбрать себе картинку и купить. И слева, и справа. Там вот дальше уже даже фонарики подсвечиваются. Да, прикольненько. Смотрите, какое заведение красивое. Blue Fox называется бар-ресторан. Здесь прям все красиво вообще. Все красиво. Лампочки, гирляндики. Класс. Патриарх оф Грузия, написано. Слушай, ты забор такой, кресты. Не знаю вообще. А вот это вот мы вышли сейчас на проспект. И вот этот стеклянный, это называется мост мира. Красивый. Наши парни любят играть в карты, в дурачка. Не смогли мы пройти мимо. Это казино в Тбилиси. Стык такая скульптура. И можно сделать классную фотографию. А вот вдалеке станция канатная дорога везет на вершину вот этой вот крепости. Решили пройтись по этому мосту мира. Поближе посмотреть на канатную дорогу. На той стороне кросмоста можно подняться на канатке. И ведет туда пар, который расположен на горе. Также здесь ребята предлагают каталки на катерах по реке. Но мы возражали, сегодня точно нет. Кстати, сразу после моста начинается ботанический сад. Там стоит огромнейший рояль. Сейчас тоже подойдем, посмотрим. Какое красивое здание. Круглое. Просто круглое. Архитектура прикольная. Потому что она разная, она вот старинная, переплетается с древней, современная, да? И плюс растительная. Вот рояль, про который я говорил. Так, на фотке он выглядит очень интереснее. А что-то он устал. Рояль устал. А это, видимо, амфитеатр. Пианино, пианино. И есть небольшая детская площадочка. Детки поиграли на площадке. Теперь идем дальше гулять. Здесь есть фонтанчик. Тут такие отвесные скалы. Туда уходит лестница. Мы, конечно, туда не пойдем, потому что дороги очень сильно уставшие. Это как-то похоже на мост. Видимо, может быть, когда-то он был. А может быть, просто такая декорация. В общем, огромный такой парк, в котором можно гулять, гулять, гулять и гулять. Ну и наслаждаться вот этими всеми видами. Купили в аппарате колу и водичку. 2,50 стоит кола. И боржоми стоит 2 рубля. Точнее, 2 лари. И вот, кстати, вход как раз на канатную дорогу, которая вас приведет вот сюда. Кстати, я не помню, показал или не показал. Вот это вот стата, видите, стоит. Называется «Мать Грузия». Вот, пожалуйста, в этой будке, где вы брали воду, есть сразу же туалет. Прикольная концепция. Вейдинговая аппарат плюс туалет. Пугарно. Стоимость 2 лари. 50 рублей. Вот, сколько вы ходите в Тбилиси, знаете, ценники, ну, примерно как в Москве. Особо ничем не отличаются. Что-то дороже, чуть дешевле. Кстати, смотрите, свежая информация. Зашел в банк, спросил, можно ли РФ открыть карту грузинскую. Можно. Заявка стоит 50 лари. Если будет отрицательный ответ, то 50 лари как бы вам не вернут. Но он говорит, что сейчас очень хорошо уже стало одобрение. Делают мультивалютный счет. Открываете карту. И со своей карты российской переводите на счет грузинской карты. И спокойно пользуетесь. То есть, по сути, если здесь остаться надолго, можно смело заморочиться и пользоваться вообще салюту спокойно и не мучиться, как сейчас мои. Мы и так прикольно припарковались, нашли точку. Посмотрите. Наш дом. Вот дом. Сейчас вам покажу. Вот еще огромный дом Скани. За моей спиной еще дом. Вот еще дома. Вот здесь еще дома. И там еще куча автодомов. И все это на армянскую церковь с видом. Будем стоять вот так вот за кустами. Прикольный вид остался такой постелиться. Блин, я, конечно, впервые попал в такое комьюнити, где просто не просто бусики, а просто какие-то сумасшедшие дома. Ну, типа, это вообще вездеходы. Понимаете? Вот вообще огромнейший. Да. Самое, что еще интересно, это люди в возрасте. Прям пенсионеры. Здесь все говорят на English for you. Все иностранцы. И, короче, мы никого здесь не понимаем. Но атмосфера вообще нереально крутая. У меня сейчас задача номер один. Это быстро постелиться. Все как обычно, да. Вот это все убирается. Что-то наверх, что-то убирается вперед. Раскладывается, да. Ну, кто впервые попал в наш канал. Здесь получается огромное у нас спальное место. Наш биоч. Вот. А потом мы хотим сходить до магазина. Здесь прямо недалеко, буквально 10-15 минут до центра. Ножками. Вот. И что-нибудь купить на ужин. И сразу на завтрак. Да. Вот. Настенка, ты английский знаешь, как будем общаться с людьми? Мы с Пекинами дуем, но не очень. Я пока стелил. Произошла неприятность. Качал матрас. Видимо, я его перекачал. И он лопнул. Ну, у нас есть коврик Мирона, который мы раньше тоже использовали. Там не совсем комфортно спать. Там не совсем комфортно спать, но я думаю, что одну ночь перебьемся, а завтра здесь нам придется в каком-то торговом центре. Мне, кстати, говорили, что за торговый центр. Туда, скорее всего, мы дойдем и уже купим новый матрас. Как-то так. Здесь сейчас мужчина подошел, и мы так на ломаном английском общались. Ну, это, конечно, на минус, что мы его не знаем. Большой минус. Но в целом, как бы, друг друга понять можно. Вот, спросил, удобно ли нам спать, как мы там спим, сколько лет детям, откуда мы, как долго путешествуем. Вот. Короче, прикольно. А еще очень прикольно церковь светится. Спасибо. Так, походу, будет уже не видно. Мы развешивали все мокрое белье, которое постирали в Дагестане тогда на квартире. Не досохло. Вот сегодня досушится. И это наш ужин. Мы собрались, все упаковали. Нам получилось заправить все свои баки. Получилось досушить белье, которое было влажновато еще. И мы отправляемся дальше. А едем мы вместе с вами в Баржоми. Двигаемся по Тбилиси. Хочется уже побыстрее выехать из этого города. Потому что здесь очень странно водят машины. Не всегда показывают поворотникам. Плюс ко всему, плюс ко всему не везде висят знаки «главная дорога и уступить дорогу». Собственно, и непонятно, кто должен кому уступать. Я часто как бы останавливаюсь, не понимая, кто должен кому. И сразу сзади. Ну и вот плюс ко всему, многие спрашивают меня уже, как относятся здесь к русским. Но я уверен, что большая часть населения относится нормально. Все все понимают и так далее и то подобное. Но есть такие, которые вот прямо на дороге подрезают. Вот, например, вот этот вот чувак. Вот просто едет и берет меня в наглую, подрезает. И у него там флажочек такой, типа Russian, что-то там короче. Выехали мы уже за город, двигаемся по магистрали, по направлению Боржоми. И что хочу сказать про автомагистрали. Да, они все, естественно, контролируются камерами. Иногда есть полиция, которая стоит. Нас пока не останавливали, слава богу. И здесь, что хочу сказать еще про дорожное покрытие. Оно здесь хорошее. И разрешено ехать 110 километров. Единственное, я не знаю, можно ли делать превышение. Вот, например, как у нас, да, в России на 20. Но, когда я нахожусь где-то в других местах, я стараюсь держать контроль, который есть на знаке. Едем и, конечно, погода не радует впереди, по крайней мере. У нас сейчас 21 градус, а вон там грозовые тучи. Посмотрел погоду и погода говорит о том, что будет дождь в Боржоми до сегодняшнего вечера. Надеюсь, прогноз ошибется хоть немножечко. А завтра вроде там неплохая уже погода, можно будет погулять. Посмотрите, какая красота. Здесь прям уже осень. Падают листочки с деревьев. Течет река. Очень атмосферно. Это мы уже подъезжаем к Боржоми. По пути в Боржоми мы решили заехать здесь в грузинский ресторанчик прям на пути и облопаться как следует хинкали и заказать еще лодочку. Здесь можно посидеть на улице, но вот прохладно, поэтому мы решили посидеть вот здесь вот очень уютненько. Вот так вот возле камина с видом на эти великолепные горы. Заказали две лодочки. Мы же все-таки в Грузии. Десять больших хинкали и еще куриный бульон. Ну, типа какой-то суп, я так понял. И чайничек чая. Сейчас нам все вынесут. Покажу. Ну, вы знаете, четко припарковались, потому что здесь еще можно набрать родниковой водички, что, естественно, сделаем. Нам принесли супчик. Смотрите, там рис, морковка, домашняя курица. Еще принесли чайничек и хлеб. Ну вот хинкальки подъехали. Стоит одна штучка один лари. То есть, по сути, 23 рубля. Так, кто не знает, в кинкалях нельзя кушать жопку. Вообще здесь жопка такая. Да, я сейчас вам покажу. Она не такая длинная, как, например, в России покупаешь покупные. И они такие все интересные формы. Попробуем сейчас. Маленький, как выглядит. Это просто еще вкусно. Насену пробую, это вкуснотища. Я могу даже сказать, мы много дельных хинкалей, типа, в ресторанах в России, грузинских. То, что вот это, это лучше. Ну и вот подъехала. Уверен, вкусная. Очень красивая. Хачапури лодочка. Как следует поели. Я не знаю, это можно назвать обожрались на самом деле. Да, сынок, да. Единственное, что знаете, что мы по меню считали, это должно нам было обойтись в 50 лари. А почему-то он нам сказал 65. Я ему еще такой говорю, 50. Он говорит, нет, 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 65. Окей, даже если 15% за обслуживание, ну, они обычно вкручивают, то откуда 65, я все равно не понял. Ну, не стали как бы спорить, как говорится, не нужно это никому. Вот, дали 65, и сейчас едем дальше. Мы заезжаем в Боржоми. На подъезде сюда огромное количество скульптур в виде бутылок Боржоми. Вот, пожалуйста, стелла Боржоми и плакат сразу же Боржоми. 1890 год, освоение, видимо, этого источника. Здесь, кстати, кому нужно две заправочки есть по ценам. Я опять не увидел. В пределах 4 лари литр. Здесь уже мы подъезжаем ближе к центру. Здесь, смотрите, такая идет набережная вдоль горной реки. Детские площадки, лавочки. Справа идут жилые дома. Магазинчики. Так, есть парковочка вот так вот прям вдоль. Такие зоны отдыха, качельки, беседки на большую толпу. Доехали мы до Боржоми. Погодка нас встречает, конечно, пасмурно. Видите, даже пришлось достать ветровские, все теплые. А славян, как всегда, пара-пара-пам. У него штанов нету просто. Здесь так вот, вы сейчас смотрите, прям виноградик. Виноградик, виноградик растет. Красота. Сейчас хочу зайти здесь в банк и спросить снова про карту. Можно ли здесь оформить карточку. Вот банк узнал. Смотрите. Короче, здесь они российским гражданам открывают. Но вы должны где-то проживать. То есть у вас основной документ должен быть договор на аренду квартиры. И еще... То есть должен быть адрес, да, в Грузии. И плюс ко всему нужно... Вот, например, если я ИП, то у меня должно быть вот это свидетельство УГРН на руках им предоставить. И еще за последний год выписку из банка расчетного счета. И они, в принципе, подают бесплатную заявку. И в этот же день можно уже получить международную карту, либо виза, либо мастер-карт, которым можно пользоваться там по миру. Но учитывая, что у нас нету никакой прописки, точнее, адреса договора на жилье в Грузии, то... То не можем. Мы начали прогулку по Боржоме. И сразу у нас памятник, смотрите, Петр Ильич Чайковский. Вот так вот. Памятник что? Это здесь его домик, что ли, был какой-то? Сейчас попробую почитать. Почитал. А по-русски ничего не написано. И здесь на стене надпись Боржоме, одно из прелестнейших мест, когда-либо мной увиденных. Чайковский. Вот так вот. Здесь, кстати, есть 100 лет. Стоимость 1 лари. Это в 2 раза дешевле, чем в Тбилиси, в Ботаническом саду. Набережная реки. Посмотрите, один мост, второй подвесной стеклянный. Дальше, если вот так вот разворачиваемся, еще мост. Вообще классно Боржоме. Находится в ущелье. Вот еще бы потеплее было, было бы вообще очень круто. Вообще цель номер 1 сюда, этой поездки в Боржоме, это попить Боржоме воду. Вот прям из источника. Я так хочу это сделать. У нас с собой пустая бутылочка, вот Мирошка и Катя везет, несет. Это мы вчера покупали в Тбилиси. И сейчас хочется прям под источники засунуть его, пробовать, какая Боржоме. Вот прям вот из первых уст. Очень хочется. Да, и, кстати, Боржоме это мой спаситель и друг во время токсикоза. За все беременности у меня спасала водичка Боржоме. Я пойду спасибо скажу этому источнику. Вот, пожалуйста, здесь есть указатели на английском и на грузинском. Немножко по-английски говорится бельмекаем, но в принципе гугл-переводчик в помощь. Архитектура вообще мощная. В том плане, что она старинная, разная. И глаза просто идут и просто отщелкивают всю эту красоту. Вот, например, вот этот дом, смотрите. Он старинный. И посмотрите, еще тогда все годы, когда строился этот дом, вот здесь вот было предусмотрено панорамное остекление. Какие расписные балконы. И все это дело сохранилось. Вот если чуть левее, смотрите, пластиковые окна, то вот это вот все деревянное. Тех времен еще. Да уж, посмотрите, какое здание. Парадное. Прикольненько. Посмотрите на эти чудесные разноцветные горы. Отель. Дальше вот центральный исторический парк. Очень много туристов. Посмотрите, вот такая колонна, колонна, колонна идет. Вот мы сейчас за ними, и нам еще чуть-чуть и мы дойдем. Смотрите, кстати, здесь два источника. То есть есть теплый, теплый источник в Боржоми. И есть холодный. Вот холодный надо не доходя, горячий. Надо входить в какие-то ворота. Нам мужики здесь сказали, что, ну, грузины, сказали, что два лари стоит проход. Но он говорит, на пролом просто идите, как будто ничего не знаете. И с вас ничего не возьмут. Так, туристическая улица. Так, наверное, поднимемся, Артем. Заходим в тротуар. Спрятались под крышу. Разошелся дождь. Сюда, кстати, можно доехать на машине, но мы решили прогуляться. Сычка здесь красивый отель. Гроун Плаза в Боржоми называется. Часы наверху. Посмотрите, какая необычная церковушка без стен. Просто каркас. Нашли мы источник. Я нашел. Настоящий оборженок. Как же я давно хотел это сделать. Ну, спасибо. Какой запах. Скажи мне спасибо. Друзья, я записываю. И дай мне, пожалуйста, звонить. Как это вкусно? Прям как на молокотке. Посмотрите, какое красивое здание. Посмотрите на балкон на втором этаже. Как там все переливается в стеклышках. Невероятно. Посмотрите, какая круговая красота. Во-первых, архитектурная. Во-вторых, природная, горная. Вот мы дошли до ворот Боржоми. Здесь можно купить билет на канатку. Вот она идет. Вон там виднеется водопад. И подняться наверх. Там есть колесо обозрения. Вот здесь есть такая парковка, куда можно доехать на машине. Посетить Боржоми была моя очень и очень давняя мечта. Как только я познакомился с этой водой в магазине в России. Вот тогда я решил, что я обязан просто сюда приехать. И вот 23-й год. Наконец-то мы здесь в полном составе. Здесь Боржоми. И попили с первого источника эту замечательную водичку. Слушайте, ну здесь клево. Особенно если здесь гулять в солнечную погоду. Здесь прямо... Наверное. Здесь точно будет вау. Да, сейчас мы все мокры. Да. Нам холодно. Идем сошиться. Мы купили пастилу. Стоит 2 лари. И женщина мальчишкам дала пастилу. Ну просто так. Ой, я купила поперечечела мне. А, мы купили чуть-чечела, да, господи. И пастила тоже 2 лари, но женщина просто так угостила. Мы хотели дать деньги, но она не взяла, да. Мы сначала не хотели... Гостеприимство, в общем, гражданское. А Мирошке-то как пастила зашла, да? Да. Губы красные, щеки красные, да, сынок? Вкусно? Да, фигно. Мы к Боржоми шли по верху, вот тут вот, по вот этой дороге. А сейчас идем по низу. И посмотрите, здесь какая церковь. Камень, крест. И здесь как-то называется этот парк, я точно не помню. В общем, так же сделайте, как и мы, если поедете по нашим стопам. Обязательно туда, по верху, там своя архитектура. А обратно вот так вот по низу. В этом парке бардак вообще жесткий. Но просто здесь идет реконструкция. Здесь, смотрите, делают какие красивые зоны. Вот прям я уже понимаю, что они очень-очень сильные. И здесь будет классно. Здесь, видимо, какой-то будет кинотеатр стоять. Судя по вот этим вот ступенькам, это будут лавочки. Сейчас в машину пока утрамбовывал, коляску подошла бабуля и говорит, здравствуйте, извините, у вас не будет трешечки. Я такой не понял, говорю, три лари? Она говорит, да, три лари. Я ей достаю, у меня мелочь осталась полторы лари. Ей отдаю, она такая, спасибо большое. Я вот говорил в Тбилиси, пока мы ходили, что очень много стариков сидит и попрошайничает. И вот как-то вот прям вот так в лоб подошла, попросила, ну как бы дал, естественно. Ребятки, вот такой вот выпуск у нас получился. Немножко посмотрели Тбилиси, немножко посмотрели Баржоми. Как говорится, мечта сбылась. Побывали и там, и там, переночевали. Будем двигаться дальше, южнее, в сторону Турции. Стремиться, естественно, туда. Следующий видеоролик будет, скорее всего, уже про прибрежные города. И, конечно, захватим еще и Батуми. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, если вы еще не подписывались. Пишите свои комментарии, мы отправляемся дальше. Ну, а вы с нами. Мы с вами прощаемся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok